Когда кожа очищена, приступаем ко второму шагу – уходу за кожей вокруг глаз. Пришло время позаботиться об этой деликатной зоне. Кожа вокруг глаз нуждается в особом уходе. Она гораздо тоньше, чем кожа лица и более чувствительна к трению и повреждениям. Признаки старения на ней проявляются быстрее. Кроме того, глаза очень подвижны. Мы моргаем 12 раз в минуту, а это 2,4 миллиона раз в год. А еще мы выражаем эмоции глазами. Не случайно глаза называют зеркалом души. Если кожу лица можно сравнить с хлопком, то кожа вокруг глаз больше похожа на шелк. Представь, что надела шелковое платье, а затем просидела в нем полчаса. Как быстро оно помнется? Очень быстро. А стираешь ли ты шелковые вещи в режиме, предназначенном для хлопковых изделий? Нет. Теперь должно быть понятнее, почему не стоит использовать крем для лица в области вокруг глаз. Для этого должно быть специальное средство. Кремы для кожи вокруг глаз на Вэйдж не имеют отдушек и разработаны для конкретных потребностей кожи в этой зоне. Будь то сокращение мимических или глубоких морщин, при пухлости и темных кругов, у нас есть решение. Сейчас я покажу, как правильно использовать крем для кожи вокруг глаз. Я беру свой крем из серии коллаген. Количество крема размером с рисовое зернышко будет достаточно для обоих глаз. Наша задача – нанести крем по орбитальной кости и бережно распределить с помощью безымянного пальца или специального массажера. Обращаю внимание, что используя именно безымянный палец, так как он наименее подвижный, и вероятность потянуть или повредить эту нежную кожу очень мала. Продолжай распределять крем, пока он полностью не впитается. И если на пальце осталось немного средства, нанеси его по линии верхней губы, чтобы увлажнить и питать и эту зону.